Мария Владимировна, изменение парадигмы терапии в ротариальном раке в 2022 году. Ну, собственно, в продолжении вашего вопроса, есть ли жизнь УПДЛ, нет ли жизни УПДЛ, я попытаюсь ответить в ходе своего доклада, и когда я подготавливала этот доклад, у меня сложилось впечатление, что раньше лечение рака мочевого пузыря распространённого напоминало гадание на кофейной гуще, и 1 ноября каждый год отмечается день гадания на кофейной гуще, но почему сегодня это не так? Потому что у нас есть возможность проведения клинических исследований, есть возможность пересмотра предшествующих клинических исследований спустя 2 года, спустя 5 лет, когда мы можем переоценить эти результаты и немножко поменять стратегию лечения этих пациентов. Я уже говорила о достаточно высоком приросте заболеваемости у этих пациентов, при этом пациенты с мышечно-инвазивной формой, локализованная форма заболеваний, имеют 5-летнюю выживаемость порядка 70%, при этом в случае регионарного метастазирования она снижается до 36%, а в случае отдаленных метастазов до 5%. Интересно, что в каждой последующей линии терапии у этих пациентов существует ограничение в назначении препаратов, и это не всегда связано с соматическим статусом пациента, иногда это связано с недопониманием, недооценкой назначения терапии у этих пациентов. И по данным литературного обзора, который включал в себя 4 клинических исследования, то порядка 48% уже в первой линии недополучают лечение. Как правило, по результатам приведенных исследований в течение ближайших 6 месяцев недоназначается лекарственная терапия у 37%, а после 6 месяцев недоназначается у 14% пациентов. И сегодня у нас проведено множество клинических исследований. Это и в монорежиме, это в комбинации с двумя иммунопрепаратами, это появление моноклональных конъюгатов уже. И все в совокупности дает нам, с одной стороны, потенциальные возможности для назначения лечения, но с другой стороны у нас остается как раз таки такогорта пациентов, это 10%, которые истинно платинонепригодные, и на которые должно быть направлено сейчас изучение в клинических исследованиях, чтобы дать им возможности лекарственной терапии. Ну и обзор американской даты базы СИР, которая говорит о том, что порядка 48% пациентов недополучают химиотерапию в первой линии. И так выглядела лекарственная терапия буквально до прошлого года, то есть это были платинонеподходящие пациенты, где проводилось PDL-типирование, и с помощью двух клонов мы могли назначить монотерапию отезолизумаб либо пембролизумаб. И как поменялась парадигма, я сейчас попробую продемонстрировать в ходе нескольких клинических исследований. Итак, первое клиническое исследование – это КИНОУ-361, связанное трехрукавное исследование. Это пембролизумаб в сочетании с химиотерапией, в монорежиме пембролизумаб и в сравнении просто химиотерапией. Откуда взялось такое комбинирование с химиотерапией? Это взялось из анализа результатов лечения пациентов с немелкоклеточным раком легкого, где был выявлен синергизм последовательного или одномоментного назначения химиотерапии плюс иммунотерапии, так как химиотерапия потенцирует выработку не антигенов, а прирост Т-клеток в зону опухолевого микроокружения, и вместе с этим это потенциирует иммунотерапевтический ответ. Тем не менее, при оценке выживаемости без прогрессирования, оценке выживаемости по общей выживаемости, значимых различий между группами получено не было. Кроме того, если сопоставить частоту объективного ответа, это вторичная конечная точка, то разницы даже в случае, если CPS будет более 10, между группами достигнуто не было. Еще примечательнее, что при оценке в монорежиме пембролизумаб против химиотерапии, вне зависимости от CPS, статистически значимых различий достигнуто не было. И поэтому в декабре прошлого года, насколько я понимаю, FDA отозвала показания для назначения пембролизумаба. Интересно, что назначение комбинированной терапии, иммунотерапии плюс химиотерапии, либо в монорежиме, в последующем немножко ограничивает возможности назначения последующего лечения у этих пациентов. А те, кто получили в первой линии химиотерапевтическое лечение, имеют возможности в два раза чаще получать в последующем иммунотерапию. Следующее исследование – это Keynote 052. Благодаря этому исследованию у нас появился пембролизумаб монотерапии в 2017 году. И в этом году вышел пятилетний апдейт, который говорит о том, что в случае высокого CPS, это больше 10, по-прежнему демонстрирует увеличение показателей общей выживаемости и увеличивает частоту объективного ответа как раз-таки среди пациентов, которые имеют высокий уровень экспрессии PDL. Следующее исследование – исследование с дурмалумаба. Тоже исследование трехрукавное в монорежиме, в комбинации и в сравнении только с химиотерапией. Опять же, при подгрупповом анализе статистически значимых различий для общей выживаемости, в том числе если мы комбинируем два иммунопрепарата, которые показали свою, например, значимость во второй линии терапии, при платинорезистентном уже раке мочевого пузыря, к сожалению, статистической значимости не получено. При этом частота нежелательных явлений в группе двойной иммунотерапии значимо возрастала. Интересен еще подгрупповой анализ по частоте объективных ответов. Химиотерапия провоцирует более частый ответ на лекарственную терапию, в то время как, например, использование иммунопрепаратов в монорежиме дает более продолжительный объективный ответ, и в частности для дурмалумаба это было порядка 18 месяцев. Опять же, какие существуют возможности дальнейшей лекарственной терапии? К сожалению, монотерапия и комбинированная монотерапия, химиотерапия плюс иммунотерапия ограничивают дальнейшее назначение лекарственной терапии у этих пациентов. И, наконец, исследование АМВИГР-130 с атезолизумабом. Здесь использовался клон СП-142, и также использовались трехрукавные исследования, это атезолизумаб, атезолизумаб в комбинации с химиотерапией и против химиотерапии. При первичном анализе, когда они продемонстрировали это исследование на ЭСМО в 2019 году, значимых различий в группе комбинированной терапии против просто химиотерапии получено не было. При этом хотелось бы обратить внимание, что действительно большинство пациентов имели достаточно высокий уровень экспрессии педели-рецепторов, и тогда действительно была классификация менее 1%, от 1 до 5 и более 5%. И большое число пациентов имели достаточное противопоказание к назначению цисплотина. И вот апдейт 2021 года. При сравнении показателей общей выживаемости как раз-таки среди пациентов, которые не подходили к цисплотину, но имели выраженную экспрессию ПДЛ-рецепторов, показано значимое увеличение показателей общей выживаемости. Это 18 месяцев против 10. При этом риск снижения смертности для этих пациентов, кто получил отеза лизума в монорежиме, составляло почти 40%. Опять же, при подгрупповом анализе отмечено увеличение медианы общей выживаемости для пациентов, которые цисплотин подходящие, но при этом также имеют высокий уровень экспрессии ПДЛ-рецепторов. И отеза лизума в монорежиме для этих пациентов позволил достичь снижения риска смертности на 33%. И таким образом у нас в монотерапии в первой линии распространенного рака мочевого пузыря есть только единственное исследование, это АМВИГР-130, которое показало с помощью как раз-таки клона СП-142 значимость назначения в монорежиме отеза лизумаба. И таким образом современная парадигма назначения первой линии выглядит следующим образом. Кроме того, сегодня уже говорили о высокой частоте мутации при раке мочевого пузыря. Действительно, она, по-моему, занимает третье место после рака легкого меланомы. И в этом плане интересное исследование, которое было продемонстрировано на ASCO-GU этого года по изучению уровня мутационной нагрузки как раз-таки в этих исследованиях, которые я продемонстрировала ранее. И смысл в том, что чем выше мутационная нагрузка, тем лучше ответ на проводимую иммунотерапию. В то же самое время, если у пациента низкая мутационная нагрузка по данным этих исследований, общая выживаемость и выживаемость без прогрессирования иногда сопоставимы, а в некоторых исследованиях они были статистически значимо ниже. И поэтому действующие на данный момент у нас действительно есть несколько четыре типа клонов, которые можно использовать, например, для оценки различных вариантов экспрессии пидели-рецепторов, но по факту у нас остается один единственный, это СП-142 для назначения отезолизумаба, что прописано в действующих клинических рекомендациях, как Русско, Ассоциация онкологов России. По данным Европейской ассоциации урологов, это свежая выписка из клинических рекомендаций, у них пембролизумаб может назначаться для пациентов, у которых выявлен высокий экспрессия СПС более 10. В отношении объективного ответа на фоне лекарственной терапии, это порядка 65-75% пациентов, которые на фоне лекарственной терапии имеют объективный ответ, и для этих пациентов уже сегодня говорили об этом исследовании, это Javelin Bladder 100, использовалось назначение вилумаба в поддерживающей терапии. Обращаю внимание, что здесь использован был клон СП-263, и порядка 51% имели высокую экспрессию PDL-рецептора. Что же мы имеем при оценке базовых характеристик? Порядка 72% пациентов, которые были включены в это исследование, имели уровень объективного ответа, это либо полный ответ, либо частичный ответ на предшествующий химиотерапии, которую они получили в первой линии. При оценке общей выживаемости и выживаемости пациентов, среди которых высокий уровень PDL-экспрессии было выявлено, что авилумаб значимо снижает риск смертности на 31%. Я вижу, что у меня время закончилось, но по регламенту у меня было 15 минут. Можно я продолжу? Спасибо. Авилумаб среди пациентов, которые имели PDL-экспрессию, риск снижения смертности состоял в 44%. Таким образом, даже в случае, если мы собираемся назначить поддерживающую терапию авилумабом пациента, вне зависимости, какая будет экспрессия у этих пациентов, пациент все равно будет в выигрыше. Также выявлен риск прогрессии заболевания в общей популяции, вне зависимости также от PDL-статуса, составил 38%, а в случае наличия PDL-экспрессии риск снижения прогрессии заболевания достигал почти 44%. Но опять же интересно, что на фоне того, что пациенту будет назначена поддерживающая терапия, при этом мы никак не ограничиваем последующее назначение как иммунотерапии, так и химиотерапии у этих пациентов. И сегодня в клинических рекомендациях мы уже имеем, что можно назначить поддерживающую терапию авилумаб, и в отношении экспрессии PDL при противопоказании к введению препаратов платина, цисплотина и карбоплотина, могут быть назначены ингибиторы контрольных точек, но без определения уровня экспрессии. И в завершение хотелось бы сказать о будущей еще одной парадигме. Это адъювантная терапия рака мочевого пузыря. Это исследование Checkmate 274. Здесь это было двухрукавное исследование, неволомаб против плацебо. При этом в двух группах уровень экспрессии PDL рецепторов был сопоставим, это порядка 39% в каждой группе. И здесь была интересна стратификация пациентов по уровню экспрессии, по наличию предшествующей неадъювантной химиотерапии и по статусу региональных лимфатических узлов. Так вот, при оценке выживаемости без прогрессии значимо была выше в группе, кому проводился в адъювантном режиме неволомаб. Это 21 месяц против 11 месяцев. При этом риск снижения прогрессии заболевания для этих пациентов состоял 30%. В случае, если мы возьмем пациентов, у которых высокий уровень экспрессии PDL рецепторов, для них также отмечено снижение риска прогрессии заболевания и смертности на 45%. То есть даже если мы не будем определять экспрессию PDL рецепторов у пациентов, которым мы хотим предложить в адъювантном режиме неволомаб, эти пациенты опять же будут выигрыши. И сегодня у нас уже в клинических рекомендациях есть назначение терапии неволомабом. Адъювантная иммунотерапия ассоциирована с благоприятным профилем безопасности и не ухудшает качество жизни пациентов. В то же время я просмотрела Европейскую ассоциацию урологов рекомендации. В отношении неволомаба они демонстрируют слабый уровень доказательности. Это связано с тем, что есть конкурирующие исследования АМВИГР 0.10, где значимых показателей увеличения выживаемости без рецидива, к сожалению, показаны не было. Благодарю вас за внимание и еще раз приглашаю на наш форум. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok